2020 год был моей жизни один из самых лучших маленький такой человек с федоровки как бы какая-то девочка которая никому неизвестная во мне было такое страх и волнение что у меня вообще ничего не получалось я вообще не понимала не представляла что это как это я увидела влюбилась у меня логика вырубилась я сказала хочу я победила но это был опыт просто фантастический я вообще наверное после всего что я испытал и ничего не исключая да киберпанк всем привет на связи культурный центр порт и это очередной выпуск онлайн модификации нашего культурно просветительского проекта волшебная гора в рамках которого мы встречаемся и беседуем с наиболее интересными и знаковыми музыкантами художниками и другими представителями творческой среды сургута и югры наступил 2021 год мы надеемся что в этом году мы уже сможем с вами в реальном формате посмотреть выставки послушать музыкантов пообщаться с различными художниками авторами различных произведений но пока что год только начался и мы продолжаем наше общение в формате онлайн сегодня у нас в гостях прекрасная сургутская художница керамист представитель бизнеса в сфере культуры анастасия наумова настя привет привет как поживаешь отлично прошел новый год обалденно давай начнем с самого начала с того как ты пришла собственно в творчество в искусство где ты училась как решила выбрать именно это направление я училась ну начала с художественной школы в поселке федоровский дальше в колледже в омском я училась пять лет на художника и закончила тобольскую академию социально-педагогическую тоже художник вот оттуда начался мой творческий путь и собственно дальше продолжил все ты в многих интервью много рассуждала насчет того нормальная ли профессия художник ну то есть в том контексте что обществом это воспринимается как нечто такое не очень не очень полезное в плане собственно дальнейшей жизни профессия именно художника когда это и основное направление твоей деятельности расскажи немного об этом как ты все таки приняла решение стать полноценным художником не художником который там рисует в свободное от работы время а именно вот как связала с этим жизнь полностью какие были проблемы вот ну на самом деле у меня самая большая проблема это было начало конечно же потому что у моей мамы был стереотип что если ты будешь художником ты это пожизненный нищеброд вот и она меня уговорила где-то в девятом классе я пошла на курсы юридические и собственно на этих юридических курсах я все-таки поняла что я хочу быть художником и то есть я маме сказала это озвучила и у нас был большой скандал я победила я пошла учиться дальше все таки на художника потому что я знала что то дело это ну интуитивное такое чувство было что то дело которое я люблю которое приносит мне удовольствие она мне непременно будет приносить доход и дети которые сейчас у меня учатся и люди которые приходят я им это тоже транслирую я везде всегда транслирую я считаю что это одна из самых полезных профессий в мире потому что стрессов с другими профессиями много люди выплескивать приходят ко мне вот так вот то есть юридически ты бросила не закончив я проучилась один семестр причем у меня очень даже хорошо получалось но то есть тебе либо надо сидеть учить законы либо ты хочешь рисовать на чаши весов было я конечно же хотел рисовать то есть я добилась как сказать своего но я так понимаю ты ни разу не пожалела я ни разу никогда вообще в жизни не пожалела 2015 году когда культурный центр порт отмечал трехлетие мы открыли твою персональную выставку капля в море насколько я понимаю это была первая персональная твоя выставка в когда более-менее оформленном экспозиционном пространстве да это была моя первая выставка причем я безгранично так всем благодарна потому что она была для меня очень знаковой очень ну я порт люблю то есть это было пространство в котором я любила всегда находиться и я была очень счастлива именно там провести свою первую выставку и она каким-то таким знаете как квантовые скачки у людей есть вот жизни она для меня послужило тем с квантовым скачком дальше продолжать расскажи немножечко как ты попала в порт как произошло так что твоя выставка не просто состоялась но еще и состоялась на юбилейном мероприятии так скажем на который мы отбираем самые знаковые выставки как я попала в порт честно говоря я уже не совсем помню а я проводила там когда-то правы проходили мастер-классы и лили лирики этого тогда их организовывала и я пошла к ней в качестве мастера проводить мастер-классы и так я попала в порт и начала ходить на разные мероприятия и вот однажды пришла и сказала я хочу у вас здесь выставку и как-то так вот звезды сошлись что моя выставка капля в море плюс порт она вот так вот совместилась объединилась и вылилось такой интересный проект ну да конечно это очень попало в такую морскую тематику вот фрагмент описания выставки которые мы писали вместе с тобой маяк это символ служения помощи в преодолении опасности указание верного выхода из трудной ситуации с другой стороны олицетворение одиночества уединение противопоставление себя окружающему миру насколько эта выставка автобиографичная для тебя ну я думаю она биографична в плане том что мне было наверное начинала я все одна то есть как бы такая маленький такой человек с федоровки как бы какая-то девочка которая никому неизвестная но я почувствовал себя какой-то такой вот силу духа можно сказать и пошла дальше в мир и не не проиграла то есть я начала взаимодействовать с другими людьми я дальше могла бы остаться там на федоровке сидеть да вот работать учителем школе и не пойти дальше но вот когда именно почувствовала в себе какой-то вот свет вот этот который могу нести людям да и полноправно об этом говорить то есть я почувствовала я почувствовала себя таким маяком который светит и собственно дальше распространять именно творческую культуру в мир. Очень знаковая. А вообще, как ты считаешь, может ли творческий человек состояться без одиночества? Я думаю, что нет. Каждый человек должен пройти через одиночество, через диалог с самим собой, а потом только пойти дальше в мир. Надо сначала побыть с собой, договориться с собой, понять, кто ты есть, и уже дальше взаимодействовать с людьми. Ну, данная выставка была выполнена в технике акварели. Ты вроде как говорила, что это твое любимое направление, но в дальнейшем как-то ты больше уходила в какие-то другие сферы, и, по крайней мере, в какой-то крупный проект или выставку это не выливалось. Это у тебя направление акварельное именно, оно осталось как какое-то такое что-то для души, или ты не исключаешь возможности продолжения работы в этой технике, что-нибудь сделать, какой-нибудь крупный проект, я не знаю, выставку ещё одну или… Вот, пока я слышала вопрос, у меня появилась идея, что, наверное, я дальше свои выставки все буду делать в акварели, несмотря на тематику. Ну, да, потому что это тема моя для души, это самое моё любимое, то есть это я. Остальные все… То есть это, как бы, можно сказать, моя душа акварельная. Остальные все проекты, они как бы попробовать этот творческий мир с других сторон. А самое вот «Мой сержень» — это, наверное, акварель. Ты ещё, я помню, вот в тот период начала увлекаться фотографией, ещё на протяжении, по-моему, всего периода, когда я тебя знаю, увлекалась стимпанком. Это у тебя фотографии стимпанк прошло, или ты тоже, они у тебя где-то лежат на каких-то внутренних полочках, и ты их достаёшь периодически? Это мой опыт, который во мне есть, и который периодически где-то выстреливает в разных проектах. И я очень рада, что когда-то пришла фотография, потому что она дополнила такую картину моего творческого мира. Что по поводу стимпанка, да, это моя тема любимая была уже, но поскольку я человек, который всегда стремится к развитию и в будущее, я думаю, эта тема у меня будет перетекать в киберпанк дальше. А дизель-панк? А дизель-панк, ну, я думаю, немножко упустим чуть-чуть и перескачем. Окей. В 2016 году мы с тобой вместе выступали на мероприятии «Печа Куча Найт», тоже в порту. У тебя тема была «Нищий художник, миф или реальность?» Собственно, за прошедшие годы, после этого ты открыла, собственно, так скажем, определённое культурное производство, о котором мы поговорим ещё. Что вот ты можешь на эту тему сказать сейчас? Я хочу сказать, что «Нищий художник» — это миф. Реальность вообще, в принципе, как и в любой другой профессии, если человек любит своё дело, если он его ценит, если человек ценит сам себя, он будет на этом хорошо зарабатывать, и он найдёт возможности на этом зарабатывать хорошо, и это нормально, и это круто. Достойно. Ты по-прежнему живёшь на Фёдоровском? Да, я сейчас по-прежнему этот год… То есть я жила в Сургуте, на год я в уединение ушла сейчас, чтобы побыть одной, чтобы сформировать свой дальнейший путь, потому что я тот человек, который хочет постоянно расти и развиваться. Эту нишу я уже, в которой крутилась, я уже как бы испытала всю гамму чувств, и мне сейчас хочется что-то новенькое, поэтому я так в уединении чуть-чуть пока. Не сложно это, жить так далеко и вести бизнес в Сургуте? Нет, не сложно. Я получаю удовольствие. Когда ты умеешь всё наладить, всё настроить, это очень даже легко. В 2016 году совместно с фотографом Сергеем Реманом вы открыли его фотостудию и твою студию живописи «Силхорс». То есть это уже был первый твой шаг в такой самостоятельный бизнес в сфере культуры. Расскажи об этом, как вообще начинать бизнес в сфере культуры в Сургуте. Как это было и какие там подводные камни? Да, это было моё первое начинание, мой первый шаг. До этого я работала по найму. Потом однажды… Ну на самом деле Серёжа мне тогда очень сильно помог. Он такой, «Настя, ну ты посмотри». То есть мне главное, чтобы меня поверили люди рядом, и они увидели мой потенциал и сказали мне об этом, потому что всё равно мы иногда не уверены в себе. И когда рядом с нами оказываются такие люди, которые нас поддерживают, это очень ценно. Он говорит, «Посмотри, ты можешь сама». Я такая поверила ему и решила, да, что я могу сама. И закупила оборудование. И он говорит, «Вот, у меня есть пространство, приходи». И я ему очень безгранично за это благодарна, потому что со мной рядом был человек, который меня поддержал, с которым было дальше не страшно идти. Вот так и началось. Тогда я попробовала. То есть это была его фотостудия, в которой ты тоже проводила свои занятия, мастер-классы. Ты при этом ушла с основного места работы или совмещала? Я совмещала, да, тогда. Нормально совмещалась с учётом ещё двух детей? Вообще, у меня дети, в принципе, самостоятельные люди. Ну куда им ещё деваться? Ну они иногда со мной ездили. Ну всё распределено было нормально. То есть я так организовала свою жизнь, что мне было хорошо, мне было интересно. И поэтому всё было хорошо. Ну и как нормально попёрла в плане какой-то финансовой? Да, да. Эта студия у меня началась очень успешно. Она прям успешна. И эти люди, которые тогда ко мне пришли, они дальше и пошли за мной. И они до сих пор со мной. Очень многие из тех людей, которые тогда пришли ко мне, и многие из них стали моими друзьями. А когда и почему это закончилось? А дальше просто я увидела, что можно заниматься гончарным делом. И то есть я направила свой фокус туда. Тогда ребята из Воронежа как раз начали продавать франшизу. И я, собственно, сказала, «Эй, девчонки, мальчишки, я еду учиться». Они такие «Да, Настя, мы тебя поддержим». Собственно, там закончилось и продолжилось дальше. Да, в январе 2017 года ты поехала в Воронеж учиться гончарному искусству и, собственно, ведению бизнеса в этой сфере. Как ты вообще приняла такое решение? Достаточно сложное, мне кажется. Во-первых, собственный бизнес, который не только включает в себя какую-то аренду помещений, но и кучу каких-то расходников, обязательств по франшизе и прочему. И с другой стороны, это направление, которым ты особо не занималась раньше. Вообще ноль была. Ну, как ты дошла до такого? Хороший такой вопрос. Как ты до такого докатилась, да? Я не знаю, это было прям такое вдохновение какое-то. Я увидела, загорелась. Ну, у меня всегда так. Я, наверное, когда… Это, знаете, как влюблённость, да? У тебя логика вырубается. Здесь было то же самое. То есть я увидела, влюбилась, у меня логика вырубилась. Я сказала «Хочу», поехала. Причём самое интересное, что на тот момент ребята только запустили франшизу, и мы с ними созвонились. Собственно, я им понравилась, и я первый человек, который колокол дальше запустил по франшизе здесь у нас в Сургуте. И я так понимаю, в Сургуте на тот момент это было единственное место, которое занималось именно данным направлением? Такого масштаба, да, единственное было и до сих пор остаётся. Были какие-то мелкие… Были какие-то мастер-классы. Да, такие очаги, да, мелкие были, но я потом даже поняла, почему эти очаги загасли, потому что, оказывается, это очень такое трудоёмкое мужское дело, не женское. Но свою мужскую часть своей личности я прокачала на идеально просто за это время. Рассказывай, с чего ты начала, с помещения, наверное. Это вообще было. Это, наверное, самая интересная часть моей жизни, как я начинала. Потому что там, когда я поехала учиться, я вообще не понимала, не представляла, что это, как это. Я даже глине-то особо в жизни не прикасалась, не то, что к гончарному кругу. И то есть я приехала, я после первого же дня обучения на гончарном круге, потом вечером обучения бизнес, вот этим технологиям франчайзинга, я такая прихожу в хостел, падаю в кровать, реву, звоню своей подруге и говорю, да, куда я попала? Это было вообще… Она такая, Настя, подожди, всё, ну не бойся, всё нормально, справимся. И, ну, я, наверное, счастливый человек, потому что на каждом пути моей жизни попадались друзья, которые меня поддерживали, и это было очень важно. Вот. И, собственно, меня поддержали. Я отучилась, вернулась, отучилась через боль и слёзы, потому что у меня это всё не получалось, несмотря на то, что я художник. Видимо, во мне было такое страх и волнение, что у меня вообще ничего не получалось. И, то есть я приехала сюда, конечно же, ну, сначала нашли помещение, потом мы такой кучкой друзей собрались, то есть колокол, он сделан руками друзей, мной и руками друзей. То есть у меня были деньги только на материалы, у меня не было денег на строителей, ещё что-то, и, собственно, меня спасли мои друзья, за что я им безгранично благодарна. Ремонт вы делали со своими руками, да? Да, да, я закупила материалы, и мы делали всё своими руками, нашлись, то есть то одни помогут, то другие где-то, ну, большую часть, конечно, пришлось самой делать. Я тогда поняла, что после этого я стану хорошим прорабом, наверное, тоже, если вдруг наступят тяжёлые времена. Но это был опыт просто фантастический, вообще потрясающий опыт. Ты брала какие-нибудь кредиты под открытие? Ну да, естественно, мне пришлось взять кредит, потому что, ну, куда я? Учительница, обычно из Фёдоровки, то есть у меня даже с предыдущей, как бы какой-то базис, может быть, остался, и мне его хватило, с предыдущей студией, я имею в виду, мне его хватило на отучиться, а на материалы мне пришлось взять кредит, да, и это началось так. А условия франшизы, наверное, ты, ну, финансовые, я имею в виду, наверное, не можешь разглашать, но примерно это какой-то большой процент, который ты отдаёшь, отдавала, отдаёшь в головной, в Воронеж, так скажем. Нет, это небольшой процент, всё по франшизе очень интересно, очень хорошо и очень грамотно сделано. То есть ребята, Арина и Ярослав, они прям вообще красота, просто идеальные франчайзи. А ты вот открывала собственную студию, и делала студию по франшизе. Что можешь сказать тем мальчишкам и девчонкам, которые задумываются над открытием собственного бизнеса, что лучше и в каких условиях, что лучше, где свои, где какие плюсы, какие минусы? Я хочу сказать, что это потрясающий опыт, который надо попробовать. Особенно если ты только начинаешь, и у тебя нет никаких навыков ведения бизнеса, франшиза мне в этом плане очень много помогла. Я от ребят очень многому научилась. То есть благодаря этой базе я могу дальше разбиваться. Потому что я пришла, когда сама открыла студию, это было всё как кустарное, знаете, это был непрофессиональный уровень. А пройдя через франшизу, я могу сказать, что я благодаря этому вышла на профессиональный уровень, и дальше могу делать лучше, круче, интереснее. Ну, то есть если сейчас ты увлечёшься каким-нибудь, я не знаю, ткацким производством, ты уже, наверное, не будешь… Ну, стала бы это открывать по франшизе или уже сделала сама? Ну, дальше сделала сама, конечно бы. По рекламе и продвижению тоже это всё были какие-то готовые кейсы, которым тебя обучили? Ну, частично, да. Я просто во время ведения бизнеса «Колокол» я очень много начала посещать и покупать себе разных программ по обучению бизнесу. Ну, там как бы такую часть нам дали, а я поняла, что мне хочется больше, масштабнее и шире мыслить. И там уже и изучение Инстаграма, каких-то вот этих вот всех вещей, СММ и прочее, маркетинг. То есть это уже я сама дополнительно училась. Ты сама была и СММщиком, и SEOщиком, и дизайнером. Да, да, да. Я прошла, да, вот просто я прошла всё. От строительства «Колокола» до ведения его полностью 100%. Бухгалтерия. И что там ещё? И социальные сети. То есть, ну, на самом деле, это такой классный опыт. Я рада, что я в этом всём поварилась сама, чтобы, ну, например, дальше, если я буду развиваться более масштабно, я буду знать, какие мне нужны будут люди на ту или иную должность. То есть ты сама разбиралась даже там в экономической отчётности, налогообложении и всего прочего? То есть даже не пользовалась какими-то там, ну, то, что банки предоставляют? Нет, не пользовалась. Единственное, я контурель бы пользовалась, то есть она мне помогла на первых порах. А дальше, ну, эту часть я бы ещё поизучала хорошо, потому что там много чему есть научиться. Ну, да, пришлось со мной разбираться, конечно, тоже. Это мощно, да, круто. В определённый момент я начал замечать в социальных сетях, что к вам в колокол ходят всякие различные известные люди, ну, для меня известные, насколько в Сургуте могут быть такие люди. Это была какая-то целенаправленная программа по привлечению более-менее таких известных людей города? Или они просто узнавали и приходили сами к тебе? Они просто узнавали, приходили. Как барсы залетели к вам? Самая лучшая вещь – это когда сарафанное радио барсы как залетели. У меня практически все ребята из барсов – это были мои подруги, они так нам и залетели. Ну, и расскажи, как, собственно, стартовал весь этот бизнес, когда наступил период окупаемости, и что вообще можешь сказать про ведение бизнеса в Сургуте в сфере культуры? Ну, я думаю, есть свои плюсы и минусы, как везде. Единственное, что я могу сказать, например, этот бизнес, он очень трудоёмкий и затратный. То есть и окупаемость, естественно, пришла чуть попозже. Ну, сейчас он полноценно хорошо существует, я могу сказать. Ну, ты вот как владелец такого бизнеса, если сравнить с тем периодом, когда ты работала в какой-то муниципальной организации, не только с учётом зарплаты и прибыли, но и с учётом свободного времени, которое было там, и ты могла его тоже как-то монетизировать, и которое стало другим, видимо, когда ты открыла колокол. Вот если сравнить эти два состояния, какое из них лучше в плане какой-то комфортной жизни? Ну, когда ты сам на своём, как сказать, когда ты сам в деле, естественно, это лучше, чем когда ты наёмный рабочий и можешь где-то что-то ещё… Ну, вот когда 100% ты сам, это мне состояние больше нравится, чем быть там и наёмным, и где-то ещё как это вот… Прихватать кусочки. А есть чисто так меркантильно, финансово? Финансово, когда ты сам. Тоже это? Да, это лучше, потому что ты 100% времени здесь посвящаешь тому, то есть ты каждый час своего времени можешь монетизировать, а когда ты наёмный рабочий, тебе там платят за какое-то там общее число, количество времени, которое ты не можешь монетизировать, но ты занят за эти деньги, эти часы. Не, ну это в идеале, если бизнес идёт хорошо. Да, да. Ну, он же может идти и не очень хорошо. Многие люди, которые… Многие знакомые у меня, которые уходили с какой-нибудь муниципальной службы в бизнес, не всегда в сфере культуры, они в определённый момент сталкивались с тем, что они как бы… Всё классно, им всё нравится. Они на какой-то движухе, но они понимают, что они стали просто вот фактически получать денег в разы меньше, чем была их зарплата. Особенно с учётом того, что когда они работали на кого-то, у них оставалось ещё время, они могли его как-то тоже использовать для себя. Ну, я бы сказала, знаете, что и так, и так можно попробовать. Вот я, например, сейчас опять, то есть я сейчас опять на Фёдоровке, я вернулась в свою школу, чтобы… То есть у меня этот год отдыха такой немножечко, можно сказать. И я с удовольствием, как бы, мне нравится. То есть я в найм работаю и плюс ещё параллельно веду какие-то проекты. Но вот когда я сама на себя работала, мне было это больше комфортно, мне нравилось так больше, потому что я там могла сделать больше и не была к чему-то привязана. Свобода. Она есть свобода. И если ты умеешь грамотно выстраивать свой день, график и всё, что надо, то очень хорошо этой свободой можно пользоваться. Ну, теперь о плохом. 2020 год. Как коснулась вся эта ситуация с пандемией твоего бизнеса? 2020 год был в моей жизни один из самых лучших. Ты, ну, я думаю, не для секрет уже, что ты сейчас отошла от колокола. Ну, тоже мы ещё поговорим, насколько далеко. В момент, когда наступила пандемия, этот процесс уже происходил или произошёл, или ты ещё занималась школой? Как раз вот, когда началась пандемия, я и отошла от дел. То есть я взяла… То есть нормально прям всё среагировала? Да, я прям вот всё взяла и ушла практически, можно сказать. Потом уже чуть-чуть, когда пандемия спала, я немножечко там что-то ещё потусила, и всё, то есть как бы ушла, потому что я поняла, что там мне некуда расти, в франшизе мне некуда расти, мне хочется свободы. У меня очень много идей, я человек очень деятельный, мне хочется дальше развиваться и делать что-то интереснее, масштабнее и шире. Ну, то есть ты полностью передала колокол на какого-то другого человека? Или ты ещё с него какой-то себе процентик тебе капает? Ну, естественно, процентик мне, естественно… Формат такого интервью как-то немножечко у нас так в стране повелось, что про деньги всё больше. Ну, я человеку передала, естественно, всё. И какой-то процентик мне капает, да. То есть ты нашла человека, который вперед, когда всё нельзя, взял на себя обязательство по аренде и по всему прочему. Какой достойный человек. Да. Очень достойный человек, я ему очень благодарна. Мы пожелаем ему удачи. Да, ему большой удачи. То есть, ну, ты, наверное, в курсе. Просто мне интересно, как это происходило в случае с колоколом. Аренду нужно было продолжать платить, да? Нет, у нас… Или вам удалось договориться с арендодателем? Нам удалось с арендодателем договориться, и я ему очень тоже благодарна. Он нам, по-моему, два месяца он нам дал свободу по арендам. По аренде и потом 50%. И потом уже, когда более-менее восстановилось, уже 100% платили. И вот ему благодарность. Потому что… Да, за счёт этого мы вывезли. Иначе бы, ну, закрылись. За счёт того, что люди друг друга выручают, можно в этом мире очень качественно действовать, а не когда давят или глушат. Да, это действительно очень хороший пример. К сожалению, не очень частый, но… Не частый, но нам посчастливилось в этом плане. То есть вы не работали в период самоизоляции, а когда её отменили, вы как, ну, такое что-то типа образовательного, да, у вас скорее как доп. образования, да, вы смогли запуститься? Смотрите, мы работали так, онлайн. Нас пошло онлайн, то есть мы делали боксы, отправляли эти боксы и предоставляли курсы по онлайну и отправляли людям просто вот как бы так. Ну, как вот доставку пищи, то же самое. Благодаря тому, что колокол основной, то есть сделал такую систему, и по этой же системе нам… Ну, какой-то… То есть эта идея тоже была от франчайзи наших. То есть вот эта вот система, она помогла нам держаться немножко на плаву тоже какое-то время. А потом уже, как пандемия начала спадывать, то есть как бы уже получше стало, конечно же. Ну, и сейчас колокол работает в нормальном режиме, да? Да, в полноценном нормальном. Ну, не совсем как бы всё равно количество, естественно, мы соблюдаем все нормы, всё. То есть количество людей ограничено. Ну, я так понимаю, изначально же у вас были достаточно… Ну, небольшие, да. Небольшие, да. Да, небольшие. То есть… Что касается огончарных кругов, там вообще, по-моему, только два… А потому что больше и не сможет человек работать там, то есть там, потому что достаточно сложная такая вещь. Ну, то есть вы изначально под все ограничения… Да, нам нормально. А вообще, как ты считаешь, как пандемия повлияла на вот сферу культуры, искусства? Ну, понятно, что там что-то позакрывали, но я имею в виду, позитивно как она повлияла? Позитивно. Ну, то есть там кто-то начал осваивать какие-то там цифровые форматы? Да, я считаю, что здесь позитивно, потому что в этот момент я тоже задумалась об онлайне, и я считаю, что это достаточно тоже перспективная и очень хорошая ниша. Я уже её тоже попробовала. Ну, я думаю, классно, потому что онлайн тоже за счёт этого, онлайн-образование в сфере творчества, оно тоже взлетело, и это тоже очень ценная ниша, которую можно задействовать в своей жизни, в своём бизнесе. Ну, образование — да, вот именно чистое искусство. Ты не думала, например, снять фильм в какую-то вообще полностью новую для тебя область попробовать себя в ней? Да. А почему бы и да? Классно, я бы, наверное, да. Мы вот снимаем тут, значит, выпуски про всяких интересных художников. Класс. И я думаю, что, как бы, может быть, даже это в период пандемии не особо востребовано, потому что сейчас всё в онлайн, но так чисто для истории — это очень важный момент. В общем, ты тоже не исключаешь, чего ты делаешь. Не исключаю. Я вообще, наверное, после всего, что я испытала, ничего не исключаю. Расскажи про то, чем ты занимаешься или планируешь заниматься сейчас. Сейчас я работаю также на Фёдоровке, преподавателем рисования. Ну, естественно, это временно. Параллельно этому я сейчас уже начала… Последние два года я увлекалась психологией, именно научной психологией в сфере нейронных, нейронах, нейроассоциативной связи и прочее. И мне интересно было это совместить с творчеством. Собственно, в прошлом году у меня люди уже попробовали, прошли марафон, он назывался «Календарь желаний». То есть как раз, когда мечту ставишь в цель и потом делаешь действия для достижения этой мечты. За год это очень успешный опыт, потому что я сама через это прошла. А прошла это как? Это перед тем, буквально, как открыть колокол, то есть я нарисовала, что я хочу свою школу. То есть буквально не прошло там, наверное, полгода, я открыла свою школу. То есть я поняла, что это очень круто работает. И потом, когда я в процессе работы в колоколе, начала изучать разных предпринимателей, разных интересных Личностей, психологов, коучей, меня эта сфера тоже затянула. И я подумала, блин, прикольно же совместить творчество и коучинг, тот же сделать арт-коучинг, это интересно. Кто-то там занимается арт-терапией, да, тоже интересно очень. Потому что творчество — это… Я всегда буду это пропагандировать, хоть люди очень многие занижают, это мощь, это будущее. Через творчество что-то достигать, через творчество визуализировать. Это я хочу здесь дальше развиваться в этой сфере. То есть это, так, расскажи на максимально примитивном языке, это какая-то серия каких-то таких… Серия тренингов. Это будет серия тренингов. Причём я уже даже нашла единомышленников. То есть это было в зачатках где-то в моём разуме. И когда я нашла людей-единомышленников, и они мне сказали, «Настя, да, оно так и есть». То есть и когда я начала это всё в своей жизни использовать, и оно так и есть, то есть что через творчество люди могут достигать очень интересных результатов, через творчество люди могут находить именно… Через сконцентрированное творчество… Не такое, что есть хаотичное творчество, когда люди приходят на бумаге, выплёскивают свои эмоции. Вот у меня сейчас гнев, я выплесну гнев. Вот у меня радость, я выплесну радость. Вот я нарисую ромашку, и мне будет хорошо. А именно конкретно у тебя запрос, ты рисуешь под этот запрос себе картинку здесь. То есть я в этой нише сейчас буду и хочу развиваться. И уже много идей таких масштабных достаточно, и мне это вот интересно. Ты планируешь это как просто какую-то свою деятельность, либо прямо открытие какого-то центра, коучинга с помещением, со всеми, всё, что ты любишь. Ремонт там, всё дело отлично, отлично. Но больших успехов тебе в этом. Спасибо. А какие-то примерные сроки есть у тебя по… Ну я сроков не люблю ставить. Оно вот как идёт, оно уже начинается сейчас. Я уже сейчас, то есть начала это. И там будет зависеть, всё зависит, не знаю. Я думаю, это будет достаточно быстро, потому что я немедленный человек, я очень быстрый человек, и у меня всегда всё происходит быстро. Ну что ж, успехов тебе в этом. Спасибо. Как дело дойдёт до какой-то конкретной точки, пиши, мы со стороны порта обязательно поддержим, как-то информационно или как-нибудь ещё. Ну и мы записали, что скоро, ну когда-нибудь в обозримом будущем мы будем ждать твои выставки. Да? Да, киберпанк. Отлично договорились. Ну что ж, спасибо, Настя, успехов тебе. Я думаю, что сегодняшнее интервью хотя бы, если несколько человек воодушевит чем-нибудь заняться таким собственным, как поменять своё мироощущение или свою жизнь, будет очень круто. Поэтому всем тоже успехов. У меня есть, кстати, слово одно. Когда-то порт для меня стал квантовым скачком после моей выставки. Сегодня это интервью для меня новый квантовый скачок в мою новую цель и в мою новую нишу. И я вам тоже очень благодарна за то, что пригласили меня. Спасибо всем творческих успехов. И главное, не бояться. Если чувствуешь вдохновение, если вот ты ощущаешь то, ну ты получаешь наслаждение от этих мыслях, от этих мечт, которые к тебе в голову идут, это надо, значит, брать и делать. Класс. Вот на этой отличной ноте мы и заканчиваем сегодняшний выпуск. Всем пока. До новых встреч в сети. И я надеюсь, в этом году уже не только в сети. Спасибо. Ревуар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова